Ну что, будем сегодня разговаривать про восприятие богов. Итак, предлагаем сегодня небольшую тренировку. Мы можем смотреть на мир с разных ракурсов, с разных восприятий. Итак, мы можем посмотреть на всё происходящее, на окружающий мир с ракурса эго. Мы можем посмотреть на окружающий мир с ракурса ума, высшего я. Души. Души. А ещё мы можем посмотреть с ракурса игрока, которому вот интересна эта игра, либо неинтересна. Мы можем вообще по-разному воспринимать мир. Более того, мы можем воспринимать свою игру, чужую игру и так далее. То есть восприятий у нас может быть много. Сегодня мы хотим предложить вам потренировать восприятие, как же видит мир бог. Ну что, поехали. С чего начинается взаимоотношение с богом у людей? Вот как ты думаешь? С просьб, жалоб. Просьба, жалоб. Благодарность. Это у продвинутых юзеров. Да, это именно у продвинутых уже. В основном всегда просьбы, жалобы, вопросы, зачем, почему. Да, ну вот представляете, вот восприятие бога. Вы бог. Здесь сейчас так сделали глубокий вдох и выдох. Состояние счастья абсолютно. Вы сотворили эту реальность. Эта реальность божественна. И вот вы слышите благодарность. Говорите, да, мой труд оценили. И это кайф. И вы обращаете внимание, соответственно, на того, кто вас поблагодарил. А когда вам присылают просьбу, Бог, за что ты меня наказал? Бог, за что ты утворил? Ну какие могут быть просьбы и жалобы? Например, я запутался. Вот как бог смотрит. Вот как бы ты, если бы ты была богом, да, вот богом. А ты и есть бог, да? А ты бы отреагировала на такую просьбу. Вот запутался человек. Кто запутался? Ты запутался. Ты сотворил свою путанку эту. Запутанную игру. Да, запутанную игру. Распутай, попробуй, распутай сам. А второе восприятие, да, опять с позиции Бога. О, ты такую классную игру замутил, да? Ты вот здесь, здесь, здесь. Это же целая шахматная партия. Ну ты страдаешь, тебе надо помочь. Ладно, больно, уже больше терпеть не можешь. Нет сил. Ну ладно, иди тогда на инкарнацию. Наверное, начни чуть раньше, да, и переиграй это все заодно. Обнулить. Обнулить. Да? Вариант? Вариант. Хорошо, вы смотрите на игру с позиции Бога. Бог, убери этих соседей, они мне мешают жить. Вот как бы ты, как Бог, посмотрела на этих соседей? На соседей? И на человека, на эту игру, да. Ну как минимум бы человек у меня прожил все то, что проживают соседи. Да, то есть он бы поиграл в роли всех соседей перед тем, как двинуться дальше. Так, по очереди. Тебе мешала маня? Побудь в маней. Тебе мешал в ваня? Побудь в ваней. Ну, либо же еще один вариантик. Можно было бы, например, закинуть человека в игру, в которой бы он очень сильно нуждался в соседях. Да, то есть, например, лежачий, лежал бы, болел бы, страдал бы. Или одинокий. Одинокий. И с кем пообщаться, соседи есть. И был бы тогда так счастлив, что эти соседи на него обратили внимание, да? Ну, с восприятием Бога это где-то так, плюс-минус. За что еще тут у нас денег нет? В Богах нет денег, дай мне денег. Вот ты как Бог. Как ты смотришь на деньги? Для Бога деньги это... Зеленые бумажки. Ну, где-то зеленые, где-то желтые, где-то розовые. Даже где-то, наверное, да. И где-то это тоже для него, это восприятие деньги, это так же, как, наверное, все остальное абсолютно. Ну, это почему, зачем тебе нужны зеленые бумажки? Ты скажи, чего ты хочешь. А зеленые бумажки, ведь сотворить мир и сотворить зеленую бумажку. Блин, мир значительно сложнее. Но бумажка является частью этого мира. И зачем тебе столько бумажек? Ну, ты подумай, что тебе надо в этом мире вместо этих бумажек. А почему-то люди молятся о бумажках. Ну, что, не так, что ли? Конечно, так. А еще, Бог, плохо мне, я страдаю, у меня депрессия. Вот, кстати, на тему депрессии вчера очень хорошая у нас работа была. И как подсознание выдает работу с человеком, который, ну, реально, вот весь такой, ах, я устала жить, не могу больше, помоги. И знаете, что делает подсознание? Он так берет за шкирку. И помогает. И помогает. И Бог точно так же. Да, у тебя депрессия? У тебя совсем депрессия? Я сотворил этот мир счастья. Он красивый мир этот, да? Здесь только радоваться. Здесь все есть. А у тебя депрессия? У тебя депрессия. Надо тебя поместить в те условия, чтобы ты понял, что такое депрессия. И обратно туда, на осиновый кол в веках 12-13. В инкарнационный цикл. Если тебе не нравится это, ну, сравни. И почувствуй разницу. Как реагирует Бог, да? На что еще люди жалуются, как правило? Ну, вот есть одна из жалоб. Муж алкоголик. Ну да, хотя бы это да. У меня муж алкоголик. Все, не могу больше жить. Как тяжело живется. Он там такой, сякой. А я вот вся звезда вышла из трамвая. И лечить надо мужа, а не меня. Муж же на самом деле страдает. А я-то... И как Бог слышит эти молитвы, да? Смотрит и говорит, блин, всю жизнь самоутверждаешься за счет мужа. Такую игру вы замутили. В этой жизни ты за счет его самоутверждаешься. Ладно, так уж и быть. Пускай он в следующей жизни побудет в обратной роли. Он будет на тебе самоутверждаться. И теперь ты бухать будешь. Ну, это как минимум. А как максимум можно будет что-нибудь пожестче. Но уже весело было смотреть, как они играют. И вот, чтобы понимали, как весело смотреть, вот представьте, перед вами муравейник. И вы для муравьев Бог. Вот вы смотрите на этих муравьев, ползущих по муравейнику. И вот если муравей там, вот дурной бегает туда-сюда, что-то там делает непонятно, ну, вы на него даже внимания не обратите. Есть те, кто вот одно и то же по циклу делают, 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 робщут там себе, тихонько работают. Вы на них тоже внимания не обращаете. Ну, робщут себе и робщут. А есть те, кто там вперед ползут, 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 ползут. И вы так смотрите, как Бог. И, о, этот пополз. Вот ему надо помочь. Так раз-раз-раз-раз-раз-раз. И дорожку. И дорожку ему расчистили, чтобы ему легче ползти было. Он же реально трудится, ему надо помочь. Ему же вот тяжело. Да? А есть муравьи, которые вот такие агрессивные муравьи. Они злые, они на всех бросаются и что-то пытаются сотворить непонятно что. И мешают другим муравьям играть. И даже друг на друга бывает. И даже друг на друга иногда. И такой клубок из муравьев покатился. Клубочек. И Бог так смотрит и говорит, о, эти классно катятся. Еще штук 10 жизней прокатитесь и посмотрите. В этой жизни вы так играете в следующий. И так, а потом так, вот так, вот так. Вот так этот клубочек катится, катится. И одни и те же роли по зацикленному сценарию. Мы это называем циклической ошибкой. И оно вот так катится, да? И люди так играют. Мы только что про муравьев говорили. Но в принципе для Бога люди вот и есть восприятие. Как мурашки. А еще есть восприятие, например, когда муравей агрессивен по отношению к другим. Он на них, на всех бросается. И Бог вот смотрит, смотрит. Этот злой, этот недоразвитый. Этот мешает играть, этот мешает, этот мешает играть. И устраивает какие-то игры непонятные. Что он делает? Он так. И все. И это называется скамья штрафников. И она тоже есть в подсознании у человека. Как еще Бог реагирует? Что из интересного? А, еще есть такая тема с пультиком и с кнопочками. У кого пультик в руках, тот и рулит. И вот представьте, Бог наделил своими опциями людей. И говорит, люди, вы можете играть с позиции восприятия Бога. У вас есть это право. Вы можете проявляться как Боги. Вы можете творить. Вы можете раскрывать свои способности. Вы полностью созданы по моему образу и подобию. Но кто-то из этих созданных по образу и подобию оказывается похитрее. Он говорит, создает определенное там общество и говорит, на колени вынести Бога из себя. Молитесь Ему. И поставил Богов на колени. Но Боги-то их сознание-то продуцирует как Бога, но при этом оно стоит на коленях и вынесло Бога из себя. И тогда идет первая тренировка. Пультик включаем, наклоняемся. Пультик выключаем, поднимаемся. Поднимаемся. Ну, привязали ко времени. И так, наклоняемся там в 5 утра, в обед, в полдень или там на ужин. И вот по расписанию наклонились, поднялись, наклонились, поднялись, наклонились, поднялись. Научили пультикам людей в одно и то же время наклоняться. И вот Боги уже по пультику управляются. А еще с пультика можно закладывать идеи. И у кого пультик в руках, тот и рулит. Потому что сознание Богов, оно создающее. И когда Бог осознает себя Богом, Он может создавать. Он может исцелять других людей. Он может поднимать их с колен. Он может наделять их какими-то качествами, силы, проявления, именно божественными. Он не делает их слабее. Но есть те, кто говорит, я хочу этим попользоваться. И вот благодаря этому пультику они могут управлять. И это тоже на осознавание. И это все в нас. Потому что пока мы нуждаемся в пультике, мы будем биться головой. А если мы осознаем, что мы можем менять восприятие, управлять им и смотреть на то, что мы делаем, как мы раскрываемся, как мы раскрываем свой божественный потенциал, как мы проявляемся, чего мы достигаем в этой жизни как Боги. И вот когда мы смотрим на мир с позиции Бога, тогда мир начинает играть другими красками. Ведь он же великолепен, это же сказка, это рай. Это рай, где прекрасная обстановка, где живут рядом боги. Они проявлены в физических телах. Когда они осознаются, они действительно творят и проявляются по образу и подобию. Остался маленький шаг. Начать осознавать, что ты Бог. Вернуть ответственность. За свою жизнь назад. Вернуть Бога в себя. И посмотреть, как все-таки, что мы просим и как мы разговариваем с Богом. Как мы ценим Бога. Как мы любим Бога. Как мы понимаем и принимаем Бога. Как мы осознаем уникальность Бога. И это все не где-то на солнышке, в космосе, на Альфа-Центавре. А это все в себе. Это все в себе. Я предлагаю вам потренировать восприятие Богов. И если вы хотя бы 7 дней проживете вот в таком восприятии, когда вы на любые свои вопросы и на вопросы людей будете смотреть восприятие Бога, я гарантирую, что вам будет весело. Состояние будет реального счастья и любви, и радости. И в какой-то момент придет глубинное осознавание. Блин, это все очень просто. Вопрос лишь, как вы смотрите на этот мир.